Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я расскажу вам, потому что отвечу на очень интересный вопрос. Большое спасибо! Дайте мне какие-нибудь темы для комментариев, точнее темы для видео, потому что я с этим коронавирусом, на самом деле, уже даже не знаю, о чем мне записывать. Только об этом, об этом, мне кажется, хотят слышать мои зрители, потому что в комментариях очень много вопросов. Но сегодня я расскажу вам о своих любимых аксессуарах, потому что такой интересный вопрос я получила. И подобное видео, конечно же, на канале существует. Единственное, что мои преференции несколько поменялись. На первое место здесь и сейчас я ставлю вот такие спортивные, либо а-ля спортивные кепки. Я очень люблю, когда не читается никакого лейбла, но найти без лейбла кепку спортивную практически невозможно. Я видела подобные черные, либо просто бежевые в H&M, но мне не подошла тулья, и я их не купила. Кстати, там были очень интересные, очень красивые в клетку кепки, не кепки, точнее кепки, бейсболки, самые обычные бейсболки. И вот такую я нашла в Манго, тоже показывала, сделала обзор. Но я очень-очень люблю на себе, на девушках, и мне кажется, это придает какого-то, ну не знаю, куража что ли, образу. Единственное, что я сейчас сижу в спортивной фельбе, и, возможно, спортивная плюс спортивная, это не так классно, а вот такая бейсболка плюс классический свитер, плюс, вы не поверите, самая обычная рубашка, воротничок рубашки, чтобы выглядывал. Вы знаете, это так классно смотрится. В ближайшее время я обязательно так оденусь, тем более, что уже у нас солнце, и мне удобнее снимать без очков, чтобы хорошо видеть экран, но при этом все-таки глазки желательно защищать от солнечных лучей, потому что попадает, потому что, не попадает, ничего не попадает, потому что щуришься, и морщину можешь себе наделать, нащурить. Ну и вот такую кепку, много раз ее показывала, я не знаю, как она называется правильно, такой головной убор, вообще супер-супер-супер. Более классический вариант, на мой взгляд, бейсболки, если вам нравится, присмотритесь, везде есть, в Заре есть, в H&M есть, моя из H&M, есть также в Манго подобные, есть также в Страдивариусе, вам нужно будет просто найти свою тулю, если вы одну примерили такую кепку, она на вас не понравилась, просто поищите свою тулю, она должна быть для кого-то чуть выше, для кого-то чуть объемнее, для кого-то козырек, изгиб козырька будет очень-очень важен, часто бывает прямой козырек, он не всем идет, загнутый слишком сильно, тоже не всем подходит. На первое место здесь и сейчас я ставлю вообще головные уборы, у меня очень много шляп, и когда я начинала записывать канал, многие тоже моты меня видят в шляпах, почему я практически сейчас не ношу шляпы? По двум причинам, первое, когда я начинала записывать канал, я все время была на улице, я была с детьми, шляпа была мне нужна, у меня не было времени, допустим, волосы в порядок часто перевести, а шляпа очень выручает, потому что здесь у тебя локоны еще чистые, а вот здесь-то уже зажирнились корни волос, шляпу надела, и что называется, bad hair day, the good hair day, да, то есть когда у тебя на голове беспорядок, шляпу надела, и все отлично. И шляпы я очень любила, но я их, что называется, чуть-чуть переносила, и плюс, если я снимаю в ветреную погоду, мне неудобно одной рукой придерживать шляпу, и поэтому как-то шляпы я сейчас не ношу, плюс в шляпах не всегда удобно вести машину, поэтому как-то вот шляпы у меня сейчас не очень носятся, но всем рекомендую примерить. Но на втором месте, я думаю, что уже многие поняли, многие заметили вот такие митинги, у меня их огромное количество. Часто меня спрашивают, где их покупаю, я покупаю в Италии их на рынке, их можно купить в Венеции, в том же самом магазине, что приезжает к нам на рынок, но это, что называется, сущее везение, насколько я поняла, что те зрители, которые живут в Италии, с трудом могут подобные митинги найти. Подобные митинги бывают в Заре, единственное, что они из кожзама, в этом сезоне, в зимнем, я видела митинги в Заре, и даже их показывала. Но и если нет возможности купить, возможно, есть возможность у вас заказать, потому что даже связанные крючком, вот эта вот часть, она связана крючком, пришита на коже, но даже связанные крючком, почему бы нет, митинги могут смотреться очень-очень классно. И часто возникает вопрос, Яна, ну вы как-то не очень у них выберете, потому что это же перчатки для вождения. Да, это перчатки, которые родились как для вождения, но сейчас это просто аксессуар, который предлагается носить. На самом деле, мода сегодняшняя лояльна, она этим и прекрасна. Можно носить когда угодно. Браслеты, кольца и браслеты, шляпки и жакеты. Я на самом деле все люблю, все люблю, хотя меня редко во всем этом можно увидеть. Очень люблю я браслеты. Это браслет, который потемнел, снова его отвезу, потому что как-то по-другому ко мне стали относиться. В известном магазине сказали, везите, мы еще раз посмотрим, что-то у вас тут темнеет, потому что у меня снова темнеет пряжка, и снова темнеет. У меня две серебряные цепочки есть, колланы такие массивные, красивые, кто-то даже их видел. Одна темнеет, другая не темнеет. Мне сказали, что такого быть не должно. Нет, кстати, вот этот браслет темнеет, а этот браслет мне подарила моя подруга. Это уже винтаж, больше 30 лет. И ее мама когда-то была обладательницей этого браслета. Она мне сказала, Яна, я не ношу, а ты сможешь оценить. Эту историю многие зрители наверняка знают. Что я еще люблю? Я люблю ремни. Я люблю очень ремни. Качественно сделаны. Единственное, что у качественно сделанных ремней, конечно же, всегда очень... Ну, кстати, и ремень у меня потемнеет. Нужно тоже им отвезти, сказать, что тут непорядок, все у вас тут темнеет. Но у качественно сделанных ремней очень узнаваемая пряжка. Вот в этом проблема. Что такое качественно сделанный ремень? Для меня лично. Я же вообще ни в чем не разбираюсь. Просто так вот сижу тут, дилетантски рассказываю. Качественно сделанный ремень для меня лично, кстати, у меня ногти должен был подкрасить, нет времени, я мама троих детей, кстати, многие удивляются после влога, что я мама троих детей, это прежде всего вот такие дырочки, которые не деформируются, как бы тебе не был маловат ремешочек, потому что ты давно не сидела на гречневом марафоне, не деформируются, этим прекрасно, но всегда узнаваемая пряжка, и многие меня критикуют, Яну, вот у вас пальто красивое, а ремешок-то лишний, и могу сказать, что я с вами согласна, я люблю сама вот, чтобы была просто анонимная застежка, и вот даже у самого этого дома анонимную застежку я не встречала никогда, она всегда очень узнаваема, так или иначе читаемая эта буква H, поэтому ремни я очень люблю, пояса очень люблю, многие годы не могла их носить, то с животом ходила, то потом похудеть не могла, и в общем-то вот такая моя интересная жизнь и отношения с аксессуарами, ну и конечно же шелковые платки, я очень люблю шелковые платки, и вот шелковые платки, пожалуй, это наверное единственная вещь, о которой я могу утверждать, что я очень люблю, и мои зрители часто там не видят шелковый платок, я считаю, что шелковый платок даже с, сейчас меня заскриншотят опять в этот сайт насекомых, или там богини, или как-то, давайте я попозирую, на скриншоте меня вот так, дорогие насекомые, или кто вы, как вы там себя называете, что-то красивая у вас была на сайте, хотя я всегда красивая, кстати, я настолько красивая, что многие насекомые стали пользоваться моей аватарочкой, ладно, мне не жалко, так вот, платок это то, что на мне можно часто увидеть, я считаю, что я умею носить платок, но так было не всегда, а так случилось, когда его, не поверить, волосы стала отращивать, потому что я заметила, что на шелковой материи, если ты носишь, допустим, свитер из шерсти, волосы прямо-таки в култук у меня сваливались, а на шелковой материи волосы себя прекрасно чувствовали, и, кстати, носить шелковый платок для меня это один из секретов, сохранить очень долгую кладку, многие удивились, что я, что я редко мою голову, да, если я не совершаю пробежки, я редко мою голову, это раз в 4, а то и в 5 дней, сейчас, опять же, кое-кто пройдется по этому факту здесь в комментариях, либо на известном многим сайте, либо ветка чата, или как там это может быть, и, кстати, очень многим понравилась моя прическа такая объемная, эта прическа там 4 дня, боже мой, ну кто ж, невозможно записать. Дорогие зрители, это был садовник, у которого, как выяснилось, папа медик на пенсии, и, на самом деле, все вот вокруг этого коронавируса, кстати, он сделал мне большой комплимент, он меня видел до этого в какой-то домашней одежде, он вчера приходил стричь деревья и сажать на агруме, это, получается, цитрусовые растения, обязательно сделал об этом видео, и он сказал, вау, вау, комплименте, синьора, хотя я всего лишь была вот в этом платке, и он сказал, я его спросила, ну и что вы думаете по поводу коронавируса, он сказал, ну не нужно, опять же, не нужно алармизма, то есть не нужно паники, и, ну как-то он спокойно, на самом деле, очень спокойно отреагировал, единственное, что он мне сказал, что один человек, которого я знаю лично, который работает вместе с ним, потому что мы давно приезжаем туда покупать растения, он находится сейчас в госпитале, где и умер 78-летний мужчина, у которого был как раз-таки, это первый случай смерти здесь в Италии от коронавируса, не знаю, как дальше продолжать, на самом деле, вообще не знаю, как канал записывать с этим коронавирусом, продолжим, эти сережки я показывала уже много раз, но у меня в последнее время много подписчиков на канале, чему я очень рада, и да, я очень люблю сережки, и вот такие люблю, эти я купила в H&M, я люблю, чтобы было явно, блестело, прям-таки в одно ухо можно одну серегу, в другое ухо другую серегу, и вот таким образом, но почему никогда, мои зрители, вы не можете меня увидеть в таких вещах, да просто-напросто я забываю, я все-таки мама троих детей, и постоянно вот все набегу, 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 хорошо, что красное пальто вообще не забываю надеть, и красные брюки под красное пальто, да, это важно, ну и последняя вещь, которую я очень люблю, всем рекомендую, и в новом стритстале я засняла несколько сеньор, у которых очень-очень красиво были брошки, смотрелись точнее брошки на лацкане пальто, а брошки были вот с такими стразами, вот с такими, либо такими, и вот пока я вам показываю, это все не очень как-то смотрится, что-то там издалека, а вот на солнце это так потрясающе блестит, поэтому броши я люблю очень-очень-очень, она одной молодой мамочке тоже засняла, и у нее была брошь, я даже знаю, я даже знаю, кто такие броши делает, такие броши делает Макс Мара, это большой цветок, сделанный из органзы, вы знаете, на пуховике он смотрелся просто потрясающе, на мой взгляд, даже вот эта роза, она сделана из кожи, она будет потрясающе смотреться на моей фельпе, поэтому я даже не знаю, почему я так редко использую свои аксессуары, мне кажется, что мой канал будет гораздо-гораздо интереснее через какие-нибудь 3 года, когда вот на самом деле очень многие вещи устаканятся, и я как блогер приобрету больше опыта, и соответственно лучше стану вести, точнее не лучше, а по-другому все-таки, блогер он должен расти, я думаю, что все блогеры, они так или иначе растут, ну и плюс у меня появится несколько больше свободного времени, несколько больше вот прямо-таки, да, свободного времени, по-другому не скажешь, ну не прикалывается, что-то как-то так красиво, так, насекомые, ну-ка, сфотографируйте меня, скриншотик сделайте, давайте, чтобы такая красивая была, а то, ну, кстати, многие взяли мою красную фотографию, либо один взял мою красную фотографию, я там хорошо, я довольна, спасибо, что так меня нормально сделала, это бывает, Вот так, вот так не берите, пожалуйста. Ну давайте, красиво сделаюсь. Ну что ж, дорогие зрители, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Пользуйтесь вашими аксессуарами, дорогие зрительницы. Не забывайте их надевать, носить, потому что это стоит одной минуты. Но украшает действительно нас, бывает, поднимает вперед просто-таки на другую стилистическую ступень весь наш ансамбль. Это была Елена Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.